В этом видео я вам покажу, как двумя простыми доступными упражнениями вы самостоятельно можете улучшить качество очистки печени, восстановления печеночных клеток, устойчивую выработку желчи печеночной и устойчивого созревания желчи в желчном пузыре. Меня зовут Виктор Владимирович Картаренко. Я доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии естествознания. Целых два комплекса из таких упражнений мы с вами выполним вместе на ближайшем эфире. Информации и подробности выше. Многим из вас наверняка известно выражение «Весна покажет, кто где нас насорил». Знакомо, да? Так вот, имейте в виду, дорогие друзья, что ровно такое же выражение мы можем отнести к самим себе. Почему я даже задумался на несколько секунд, потому что, чем жарче становится солнце, тем больше мы с себя снимаем одежды, тем мы больше оголяем в лучшем смысле себя и замечаем то пигментное пятно, то какую-то липомку, то какую-то бородавку, то еще какую-то, извините меня, то, что не было ни осенью, ни зимой, потому что ни осенью, ни зимой это практически не было видно. А почему не было видно? Потому что наша печень и наш желчный пузырь осенью, особенно зимой, находилась в полуспячем состоянии. И, как раз таки, все эти изменения, которые вдруг, ни с того ничего, как нам кажется, появляются весной, особенно поздней весной, жаркой весной, когда нам приходится раздеваться. Нет, причины на это есть. И причина заключается в том, что именно вялая, биологически обусловленная спячка нашей печени и жевшего пузыря проявляется уже весною, тогда, когда нам нужна максимальная система адаптации, когда нам нужна максимальная активация витамина D, когда нам нужна максимальная катализация нашего обмена веществ, проявляется именно в том, что наша желчь становится слабенькой, она не дотягивает и все изменения, которые происходят, в первую очередь, на нашей коже, начинают проявляться именно в этом смысле. И чем мы позже начинаем заниматься и интересоваться этим вопросом, то тем чаще мы с вами сталкиваемся с проблемами, которые называются острый или хронический холецистит, острый или хронический гепатохолецистит, острый или хронический гастродонит, острый или хронический панкреатит, пресловутая метаболическая наша зависимость, пресловутая инсулиновая резистентность и так далее, так далее, так далее по списку. Огромное наименование. Как говорили в древние времена, имя им легион, им сонмище, а по сути, все это находится у нас вот здесь, вот в этом месте, где у нас находится желчный пузырь, где у нас происходит созревание, накопление и выделение желчи, и в зависимости от того, как ведет себя сократительная функция желчного пузыря, как созревает желчь, в том случае, если у вас еще, слава богу, остался целый желчный пузырь, зависит все наше пребывание, качественное пребывание на этом белом свете. И подробнейшим образом, уважаемые коллеги, мы на эту тему остановимся на нашем ближайшем воскресном вебинаре. Остались считанные часы, вот, до ближайшего воскресенья, в 17 часов по Москве, мы начинаем вещать, в лучшем смысле этого слова, о необходимости контроля, о необходимости замечаний наших, по отношению к собственному телу, к собственному организму, с точки зрения формирования устойчивого поведения желчи, накопления, желчевыделения, желчеобеспечения. А сейчас, коротеньких два упражнения из системы тибетских монахов, которые позволяют контролировать устойчивость созревания желчи, а в том случае, если у вас в силу каких-то причин уже нет желчного пузыря, устойчивое поведение печеночных желчных протоков, для того, чтобы ваше пищеварение находилось в той или иной степени на высоте, максимально адаптировано по отношению к состоянию вашего обмена веществ. И помните, пожалуйста, о том, что чем лучше состояние пищеварение, тем устойчивее первичные сигналы, которые от периферии получает наш мозг. И в этом смысле устойчивая обратная связь. Как говорится, нам нужно питать обязательно наш центр устойчивой провинцией для того, чтобы в целом наш организм находился в состоянии боеготовности, боя, адаптации. Для чего? Для того, чтобы мы могли решать огромнейшее, колоссальнейшее количество задач, которые нам предстоит сделать, условно, сегодня, завтра, послезавтра, на протяжении всей нашей счастливой жизни, я надеюсь. И помните, пожалуйста, о том, что вот эти все проявления, о которых мы только-только же сказали вам, Татьяна Владимировна Картавенко, о том, что это могут быть пигменты, о том, что это могут быть невусы, о том, что это могут быть липомы и далее по списку. К сожалению, эти проблемы резко молодеют. Резко молодеют уже по одной простой причине, потому что меняется обмен веществ вот уже в наших, будем говорить, практически внуков, в наших практически внучек, которые в силу различных причин, не будем сейчас их обсуждать. Просто данность такова, что эти процессы имеют место быть. Если вам интересно, почему это происходит, будем говорить не только на текущем вебинаре, который пройдет воскресенье, но и делайте заявки, пишите свои впечатления, делитесь своими мыслями, интересно ли вам этом знать или неинтересно. Мы обязательно с коллегой Татьяной Владимировной Картавенко, профессором, умницей, красавицей, поговорим с вами на эту тему. А сейчас два простых упражнения. Первое из них называется «Спокойная Луна». Что мы для этого с вами должны сделать? Вот таким вот образом, вот таким вот образом поставить свои собственные ладошки, посмотреть на просвет, нет ли там лучиков света, вот здесь, в этом темном царстве, шутка. Вот таким вот образом поставить и медленно опустить голову сюда вниз. Глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и не дыша в течение пяти секунд, попытаться раздвинуть руки, при этом не поднимая голову и дождаться того, чтобы ваши глаза не бегали и для того, чтобы руки ваши не щевелились. Это очень важно с той точки зрения, что включаются те группы связок, те группы мышц, которые поддерживают печень, которые поддерживают связочный аппарат печени по отношению к позвоночнику, который поддерживает связочный аппарат желчного пузыря, который поддерживает связочный аппарат луковицы двенадцатиперстной кишки и двенадцатиперстной кишки в целом. Это первое упражнение. Второе упражнение, это знаменитое упражнение под названием правый рыбий хвост. Почему правый рыбий хвост? Потому что мы сегодня с вами занимаемся вопросами печени, мы с вами сегодня занимаемся вопросами желчи, а как вы знаете, органы эти максимально у нас всегда, а это статистика, около 99% находится у человека с правой стороны его тела или его организма. Итак, второе упражнение рыбий хвост. После того, как мы с вами спокойную луну сделали, вернули себе спокойное дыхание, мы с вами делаем правый рыбный хвост. Что это такое? Вот таким вот образом, вот таким образом, вот наш правый рыбный хвост, мы его отбиваем через левую ладошку на расстоянии 10-15 сантиметров на уровне солнечного сплетения. Обязательно напишите, какие вы испытали чувства, убежала ли от вас ваша рыба с правым хвостом и как почувствовали себя ваши органы чувств после того, как вы сделали чашу спокойной луны. Ссылочка на наш вебинар найдете под этим видео. Будьте здоровы!